Мы решили провести опыты Николы Теслы и проверить, что же из того, что говорят, правда. В этом видео мы покажем, как собрать в простое повторение его трансформатор по схеме Качера-Бровина. Он настолько прост, что даже ты сможешь его собрать у себя дома из доступных элементов. И для этого нам понадобится мощный полевой транзистор. И RFP460 подойдет как нельзя кстати. Тиристор БТ-152-800Р Пленочный конденсатор емкостью 1 мкФ на 400 В Парис электролитическим конденсатором 22 мкФ на 350-400 В Провода для двух обмоток. Первичный диаметром 3-4 мм и вторичный сечением 0,2 мм. Двунаправленный защитный диод 1,5 КЕ на 400 В Резистор широкого спектра мощностей вплоть до 10-ти ваттных Как и всегда, стандартная монтажная плата для размещения всей схемы Диод 1Н5408 Ультра-быстрый диод указанной модели и защитный двунаправленный диод, но уже на 15 В В принципе любой предохранитель на 5 А Различные переключатели для сетевого напряжения Радиаторы любой формы, если имеются А также сюда отлично подойдет старый завалявшийся кулер Несколько типов нагрузки, таких как дроссель в диапазоне мощности 30-40 Вт Более того, мощные 100 Ваттные резисторы на 10-20 Ом в среднем Пластиковые, токонепроводящие трубы для каркаса первичной и вторичной катушек указанных параметров И конечно же, всеми любимая фанера В нашем случае толщиной в 15 мм И первым делом, изначально спроектировав корпус нашего будущего качера Приступаем к его сборке Вырезаем все детали и все необходимые отверстия И далее сразу же производим сборку Аккуратно собираем все составляющие без подтеков, добиваемся хорошего качества Также высверливаем необходимые отверстия на крышке корпуса под будущее крепление Покрываем защитной краской, которая также придаст свой шар Ииии в результате получаем добротно сделанный жесткий корпус Пригодный для размещения на его базе всей установки Соответственно, перейдем непосредственно к самой схеме качера А вот и она И первым делом займемся размещением основных элементов схемы в нашем корпусе А начнем, наверное, с самого тяжелого С намотки вторичной катушки Берем каркасную трубу и отрезаем длину не более 25 сантиметров Почему не более 25, узнаете чуть позже Одновременно произведем подготовку крышки качера под установку будущей вторички По центру крышки вырезаем отверстие, равное внешнему диаметру каркасной трубы Успешно с этим разобравшись, переходим к самому трудоемкому процессу Непосредственной намотке вторички Аккуратно и старательно Виток к витку Максимально качественно наматываем нашу катушку 1200 витков Эквивалентные 23 сантиметрам непрерывной обмотки Обрезаем И сразу же покрываем лаком для конечной фиксации обмотки Незамедлительно приступаем к изготовлению вторичной обмотки Обрезаем профильную трубу длиной 18 сантиметров При этом для точной намотки сразу же размечаем будущую траекторию наматываемого провода По ходу траектории просверливаем отверстия С помощью которых максимально надежно получится зафиксировать наматываемый толстый провод Собственно что мы и делаем Откусываем все лишние хвосты И не забываем тщательно промазать места крепления И что же Вторичная и первичная катушка готовы Причем достаточно неплохо Берем крышку корпуса и последовательно устанавливаем сначала вторичную катушку При этом не забываем вывести ее провод под крышку А затем четко проведя отцентровку Аккуратно устанавливаем первичную катушку Самое время пройтись по внутренним компонентам Ставим кулер Размещаем все необходимые нагрузки Аккуратненько защелкиваем все переключатели, разъемы и настройки И полностью разобравшись с подготовкой можно приступать к спаиванию Друзья, уже скоро черная пятница Раньше не было таких распродаж Но помню как я покупал свой первый телефон с другом на радиорынке Вот это переполняли эмоции А сейчас найти любой товар можно на Алиэкспресс, Эльдорадо или в других магазинах А лучшие варианты собраны в одном месте На распродаже черная пятница по нашему От Letyshops С 22 по 25 ноября скидки до 60% Кэшбэк до 15% И целых 2 розыгрыша на миллион рублей iPhone XR, PlayStation 4 и другое Участвуй в акции Letyshops и выигрывай призы Ссылки в описании рекомендую Берем плату и последовательно спаиваем всю схему Не перегревая компонентов Спаив все, что можно вне корпуса Просверливаем в два отверстия крепления платы Берем корпус и подготавливаем место под ее крепление Надежно ее фиксируем Сразу же защелкиваем радиатор Устанавливаем батарейку для питания кулера И допаиваем все оставшиеся элементы Выходим на финишную прямую Без дерганий заводим крышку Подключаем последние провода Устанавливаем пиковую точку нашего качера Разрядник Надежно фиксируем крышку и наш качер готов Тест страйп ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беспроводная передача энергии Посмотрите, лампочка загорается прямо в руках Без проводов Ого! Вы это видели? Смотрите, какая искра пробивает на лампу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим частоты Ого! Пошел расколбас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе! Смотри, как отвертку пробивает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау Можно ловить разряды руками Ничего себе Смотрите, что с отверткой происходит Совсем не бьется током Только обжигает Ну что Пришло время раскачать его на максимум Вот это мощь Посмотрите, какие сочные разряды Какие еще опыты Николы Теслы произвести? Продолжение следует Друзья, напоминаю о распродаже и розыгрыше Черная пятница Все подробности в описании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова